сколько себя помню самого детства я была всегда в церкви мама с папой рассказывали что они уверовали когда мне было около трех лет до трехлетнего возраста примерно я постоянно падала в обмороке то есть это выглядит так что ребенок сидит на диване спокойно играет и так через секунду и он летит головой в пол и такое происходило очень часто врачи поставили диагноз ммд это минимальная мозговая дисфункция грозило это тем что ребенок часто очень агрессивный непослушный он очень плохо учится у него проблемы с речью очень плохая память моих родителей привела в церковь их знакомые но помимо всего этого они слышали о боге они знали пример написания слова потому что читала моя бабушка то есть это папина мама читала библию на финском языке почему на финском потому что у меня от папы дальше в общем все финны вот и она мечтала библию они сначала ходили в баптистскую церковь а потом знаком получается их привела в источник жизни где до конца мы уже и остались и после того как родители уверовали они начали молиться за меня ходить в церковь получается что диагноз полностью сошел на нет это ну например так если так ярко выражаться с тем что говорили врачи и с тем что было на самом деле у меня всегда в очень хорошая вспомнимой школе я очень быстро могла запомнить любые стихи как бы никакой агрессии в принципе не было на самом деле наоборот был такой как я себя помню достаточно очень такой скромный ребенок и поэтому полностью получается диагноз аннулировался и мама говорит что это в принципе уже тогда было самое наверное яркое свидетельство о том что бог исцеляет дальше в принципе всю свою жизнь мы туда в эту церковь и ходили и все как-то было нормально и это было все в порядке вещей а лет до 15-16 ну хотелось как-то быть ближе к богу а потом это все постепенно сходит на нет ну у меня так было к сожалению и получается что ты уже в этом не видишь ничего такого ну как бы это так и должно быть ты ходишь терпит такой да окей как надо так надо и у меня в жизни был переломный момент курсе на третьем четвертом университета это мне было лет двадцать двадцать один получается что большая часть моей жизни она была в стенах университета то что мы учились часов до шести шесть дней в неделю и плюс еще была работа и в церкви в принципе я почти ни с кем не общалась в этот момент как-то друзья разошлись кто в другие церкви кто еще куда-то и поэтому ну не знаю так сложилось и стало наоборот очень больше про очень много времени проводить с ребятами которые были на работе и на учебе и постепенно этот мир он как-то так засасывал сначала думаешь что ну вроде ничего такого все нормально ну похожу в церковь все окей просто надо ходить и буду ходить а потом думаешь ну пропущу одно воскресенье в месяц и потом ладно два а потом уже как такой снежный шар накатывает и ну не пойду вообще в месяц и думаешь ну подумаешь в этом ничего такого и нет но на самом деле это очень-очень важно не пропускать собрание чаще стали появляться мысли правильная ли вообще это вера потому что существует в мире множество религий которые люди же тоже убеждены что это истина и думаешь а может я тоже не прав ну всякое бывает и наверное здесь тоже из таких поисков ответов как-то ну такое сомнение ходить не ходить церкви церковь надо тебе это не надо и могу сказать что на фоне всего этого центром жизни становится не иисус а кто-то или что-то другое вообще что угодно в какой-то момент это друзья в какой-то момент у кого-то это учеба у кого-то это работа но нужно иногда себя дергивать и думать что на самом деле для тебя важно и я понимаю что начала понимать что именно это то что сейчас происходит мне не нужно вообще все ребята с которыми я общалась я поняла что на самом деле они несчастливы как они могут сказаться нас ну изначально они таковыми не являются происходит какое-то разочарование в жизни что но опять же как я сказала что это не так важно я поняла что мне не так важно учеба это хорошо но это не так важно не так важно работа здорово если она есть но это не должно стоять на первом месте и связи с тем этим ты понимаешь что отдалившись от бога ну я попала в какую-то яму которую сама постепенно себе и вырвала и из нее как-то ну не получилось сразу выбраться потому что у меня были такие какие-то наверное идеализированные ожидания именно представления о верующих людях и как раз таки они были нарушены из-за этого и было трудно что ты разочаровался сам себе я помню что на одном из собраний пастор говорил о прощении о том что нужно прощать людей вокруг если у кого-то не простили подумайте об этом и простите их я думаю да аминь все здорово я всех прощаю меня нет с этим проблем но как мне простить себя ну как-то к себе строже всего относишься плюс еще идеализированное представление думаешь вот ну я же не такой хороший верующий не такой христианин которым хотелось бы быть и в этом и состоит самая наверное большая проблема у многих людей мне так кажется которые отходят и не возвращаются может быть потому что они боятся может быть ну что какого-то осуждения может быть потому что они не могут простить себя ну это мое мнение во всяком случае так было со мной и я начала чаще ходить в церковь мне захотелось вернуться в эту атмосферу в эту семью вернуться ближе к богу потому что я-то знаю что убогия любовь я ходила я сидела вообще одна ни с кем почти не общалась а привет как дела пока все я начала больше молиться больше слушать проповеди в ю тубе набирала смотрела любые практически я постоянно слушала прославление чаще на английском и как-то пыталась наверное пробудить свой дух главное просто говорить тебе стоп дьявол уходи я знаю что бог меня любит это самое главное это понять потому что ты вроде это знаешь потому что в библии написано но но пока ты этого не чувствуешь вот происходит такое как некомфортно внутри и у меня когда наверное года через полтора после того как вот я начала опять ходить на собрание у меня только года через полтора пришло вот это ощущение что бог меня любит что бог меня простил хотя я всегда знала я работаю в больнице в детской реанимации очень сложно бывает смотреть на всю эту картину очень тяжело очень жалко детей очень жалко родителей если бы мне кажется я была бы не с богом я не знаю что со мной бы было потому что он дает силы он дает как-то смелость там работать и я конечно когда там нахожусь я молюсь за детей потому что ну правда очень жалко не всегда они выздоравливают но когда дети уходят я все равно благодарю бога потому что бывают такие случаи когда я понимаю что мучается ребенок мучается родители и они же все равно идут к богу и для них это получается облегчение вот знаю я всегда вот именно на работе я вижу в том что я делаю поэтому есть божья рука и хотя бы как минимум да потому что если были какие-то критические ситуации как правило на моих сменах дети стабилизировались они не умирали возможно это было позже возможно через год возможно через неделю возможно через пару дней но опять же я не знаю мне кажется что все равно есть над этим божий покров что смерть как бы обходят стороной и это доказывает боже силу силу над смертью то что он победил смерть в заключение я бы хотела сказать что не важно что вы проходите сейчас не важно как вы себя чувствуете что вы чувствуете себя разбитыми подавленными или вы думаете что у вас сейчас все хорошо и так будет всегда всегда будет хорошо только если вы с богом и просто знайте что бог он вас любит и всегда вас примет потому что притча об лудном сыне она не об лудном сыне она о любящем отце о том как он несмотря на все побежал его сыну на встречу крепко обнял его и устроил пир в его честь за то что он вернулся живой здоровый и невредимый ему не важно было где он был ему не важно было что он делал что он потратил все что у него было он принял его с распростертыми объятиями и это было для него дороже всего на свете я хочу сказать что вы если в чем-то сомневаетесь просто знаете что вы для бога дороже всего на свете и вы можете прийти к нему в любую минуту в любую секунду просто верьте в это если вы этого еще не чувствуете то просто знаете повторяйте поразглашайте как это делала я и к вам придет ответ я а я можно